Несмотря на трудности, вызванные ситуацией с коронавирусом, у сельчан Павлодарского при Иртышья началась горячая пора. Аграрии региона массово вышли на поля. Вместе с тем много хлопот сейчас и у животноводов, которые продолжают активно реализовывать свои проекты. Немало планов на этот сельскохозяйственный год и у тепличных хозяйств. Репортаж Салавата Тимирбулатулы. 180 тысяч кустов томатов разных сортов высадят нынче в этом тепличном хозяйстве Павлодарского района. Семена успели завести в село Жанахала из-за границы еще до начала пандемии. Поэтому с этим нет никаких проблем. Взошли, все нормально. Теперь будем смотреть, как дальше они будут, сколько плодов принесут в каждый сорт. Потом будем, если хороший сорт, будем на следующий год его садить. За рассадой ухаживает 10 человек. Всего в хозяйстве 33 теплицы на полутора гектарах земли. Из них львиная доля отдана именно под томаты. На остальных выращиваются огурцы. В конце мая высадят перец, баклажаны и кабачки, но уже в открытый грунт. Крестьянам в условиях карантина приходится в ручном режиме решать многие вопросы. Некоторые рабочие у нас приезжие, и они сейчас сидят дома. Приходится еще дополнительно рабочих искать. С запчастями тоже проблемы. Проблемы комплектующие, ленты, удобрения. Все это надо будет закупать, двигаться. Сами знаете, что сейчас движение прекратилось. Преодолевать немало трудностей приходится и животноводам. В фермах села Набережная больше 1800 голов крупного рогатого скота. Из них 654 дойные буренки. Каждый день отсюда в город отправляют до 8 тонн молока высшего качества. Мы зиму пережили, все хорошо. Коровки наши восстановлены. Сейчас к весне у нас, к лету с удоем у нас тоже хорошо все. И отел у нас прекрасный сейчас. Правда, у нас как не прямо такой большой отел. У нас идет пошаговый отел, чтобы небольшие партии у нас терялись. Животноводческое хозяйство расширяется. По программе РЭС здесь решили построить новую ферму. Стоимость проекта почти 1 миллиард тенге. Строительно-монтажные работы завершены на 80%. Сейчас, если все благополучно будет, где-то планируем в конце мая, начало июня, строительные монтажные работы закончатся и потом технологию ввести. Нам повезло, мы в зимнее время комплектующие практически все завезли. Оно находится у нас в складе. Вот только у нас монтажники, которые технологи должны были приехать, которые часть из Германии должны приехать, их сейчас пока не выпускают. Думаю, наверное, все разрешится и в срок мы к концу мая вот это все сможем запустить. Пока в хозяйстве трудится 60 человек. С успешным завершением нового проекта постоянных рабочих мест станет еще больше. Салватимир Булатулы, Самат Аспанов и Алексей Амельницкий. Хабар, 24, Павлодарская область.